Соратники деда Хасана часто находили себе место под солнцем именно в Краснодарском крае, где у их лидера была наибольшая поддержка. Вот и Амаян не стал исключением. При этом Амаян старался жить скромно и тайно, тщательно скрывал свои перемещения и старался не попадаться на глаза представителям органов правопорядка. Родился Рафик в Ереване в 1963-м в семье Езидов. В юности решил связать свою жизнь с криминалом. В 1979-м в 16 лет был впервые осужден за кражу. Ереванский суд приговорил подростка к одному году заключения. Вышел на свободу Рафик раньше на полгода по УДО. В 1981-м его вновь осудили за кражу в Ереване. На этот раз он отправился за решетку на 4 года. После освобождения какое-то время продолжал заниматься воровством. И в 1988-м был кранован в награду за поддержание и пропаганду воровских понятий. С этого момента он вошел в состав Хасановского клана и стал верным сподвижником Усаяна. В том же 1988-м Амаян был осужден в Ереване за хулиганство на 3,5 года. В 1993-м его задержали в столице Армении с оружием. И за это он получил еще год тюрьмы. Освободившись в 1994-м Амаян перебрался в Краснодарский край, где прожил долгое время. В 2000-м Рафик навестил родину и был задержан ереванскими оперативниками с наркотиками и оружием. Суд дал авторитету 1 год и 8 месяцев условно. После отбытия срока Амаян вернулся в Краснодар, где в 2011-м его арестовали, обнаружив при нем наркотики в особо крупном размере. На этот раз езды Рафа присудили 5,5 лет тюрьмы, а авторитет вышел на свободу на 2 года раньше. В 2016-м с Амаяном произошли забавные приключения. Сначала в марте Армения выдворила авторитеты своей страны и тот оказался в Украине. Но украинские силовики в свою очередь выслали его обратно в Армению, запретив возвращаться в ближайшие 5 лет. В июле 2020-го езды Рафа умер от срозы печени у себя на родине, в Ереване.